25 декабря мы приехали в Ташкентский ботанический сад, чтобы снять редкую птицу – желтогрудого князька. Пока весь мир изучал Рождество, мы хотели добыть нового персонажа для одного из наших репортажей. Но в дело вмешался герой нашего сегодняшнего рассказа. На Ближнем Востоке и в Центральной Азии широко распространена соколиная охота. Браконьеры забирают птенцов из гнезд, а подростков и взрослых ловят сетями, ловушками и другими способами. В Узбекистане получить разрешение на отлов и содержание хищных птиц крайне сложно, но это не останавливает сокольников, и они нелегально держат животных дома. На ноги хищникам надевают ремешки, путы, к ним прикрепляется веревка, и птиц учат охотиться. Вероятно, на одной из таких прогулок молодой самец ястреба-цетеревятника вырвался и улетел. Длинная веревка зацепилась за дерево, обрекая птицу на мучительную смерть. Таким, беспомощным, осажденным сороками мы и нашли его. Предварительный осмотр – важная часть спасательной операции. До ястреба метров 7-8, дерево тонкое, вокруг кусты, лестницу не приставить. Если посмотреть проблемы в ее желтые глаза, решение приходит само собой. Я эту моргу перетереть просто шершавой палкой. В ботаническом саду мы нашли все необходимое. Зацепившийся шнур надо перерезать. Но перед этим, чтобы ястреб не улетел со связанными ногами, зацепим его буты криком. Не просто подцепить миниатюрное кольцо, балансируя на ветке. Несколько попыток и... Получилось. Очередь за веревкой. Есть дело за малым – снять тетеревятника с дерева. Ли, сxit, реально приезжает меня на ветке. Достаем световую шнур. Сразу отпускать измученную птицу мы не стали. Необходимо понять, сможет ли ястреб вернуться на волю. Дома его отпоили и накормили. Еда хищных птиц должна содержать кости и другие группы включения, но наш ястреб был обессилен и едва мог проглотить куриное филе. Вскоре к нам на помощь приехали специалисты из института зоологии Мария и Тимур. Ястребы осмотрели, пощупали и признали способным вернуться на волю. Скорее всего он уже совершал миграцию и охотиться умеет. Теревятника было решено выпустить там же, где нашли, в ботаническом саду. Там много добычи, с голода не умрет. Спасение этого ястреба – настоящее рождественское чудо. Мы совершенно случайно обнаружили его в глухой чаще сада за несколько часов до гибели. Но такой случай не единичный. В прошлом году в ботаническом саду в таком же положении был найден другой ястреб. Каждый год сотни тысяч животных погибают в результате браконьерства и безответственного отношения хозяев. Хорошо, что у этой истории счастливый конец. Пожелаем ястребу удачной охоты и больше никогда не попадаться в браконьерские сети.